Комплектность тандыр, мангал, русская печка. И в каждом домике стоит по печке, то есть по дровяной. Викинг охраняет беседку зоны барбекю. Равномерный прогрев парилки, да, за счет этого получаем. И равномерное перемешивание воздуха. Потом три слоя картона через обрешетку 20-мм. Раз, два, три. Добрый день, с вами компания Печный Мир, я Бахаев Максим. Сегодня мы продолжаем рубрику Совета Печника. И приехали к нашему другу, партнеру Александру Валентиновичу Кутузову. Посмотреть на его объекты, расскажет, как он работает. И я думаю, что много будет чего интересного посмотреть. Александр Валентинович. Здравствуйте всем, рады приветствовать вас на нашей рабочей площадке, творческой мастерской. Значит, на нашей площадке работают ангарские хутора. То есть такая вот усадьба, которая планируется под турбазу. То есть работают мастера исключительно творческого плана. То есть люди невероятных творческих наклонностей. Художники, поэты, мастера по дереву. То есть дальше мы пройдем и все увидим. Ну и мы тут вот тоже со своими, так сказать, печными посиделками затесались. Художник-декоратор Анна Вершинина, то есть викинг, охраняет беседку зоны барбекю. Такая зона барбекю в этой беседке. Комплектность тандыр, мангал, русская печка и казан, казанная плита. Но маленько недоделано осталось, морозы прижали. Тоже Анна Вершинина творила почти полтора месяца. А задумка какая? Значит, задумка какая? Нет, задумка какая. В этих нишах будет мох посажен зеленый. И будет капельное орошение. То есть вода будет, как бы водопадики такие микронасосиками стекать. А в нишах будет расти зеленый-синий мох. А локации, где мы сейчас находимся, то есть это Ангарские хутора. Тут сколько? 5 километров до Байкала, наверное? 7. 7. 7 километров до Жемчужины, до нашей Байкала. Александр Валентинович, немного скажет, кто работал? И, так скажем, кто идейный, кто скульптурный? Ну, из печников здесь Максим Герасимов очень давно, уже 7 лет, даже, значит, подвязается на разных печках. То есть тут несколько домиков туристических. Ну, задумывалось как турбаза, то есть зона отдыха. И в каждом домике стоит по печке, то есть подровяной. Все они разные, то есть как бы, все их отделывала Анна Вершинина, то есть там, ну, красила, как-то декорировала. Несколько домиков, вот конференц-зал, то есть зона барбекю, беседка, которая, ну, вот еще там не доделано, сейчас полы делают. Это вот баня. Такая она интересная конфигурация, необычная совершенно, зигзагообразная. Ну, вот заходим в баню. Шикарная отделка, конечно, доска ламинированная и прокатанная на гравировально. В сжигательном станке. Интересный такой станок. Привозили то ли с Англии, то ли с Канады. Зона отдыха. Стена из щипы, из корейской лиственницы. Значит, светильники. Ну, тут еще все не доделано. Второй этаж, это комната отдыха на втором этаже будет. То есть там будет стоять, может быть, кровать, может, кресло, там что-то еще. То есть такое. Маленько видно, да? Значит, это вот будет душевая, да? То есть помывочная, интересная такой тоже конфигурация. И из нее вход в две парилки. То есть одна парилка, вот эта вот большая парилка с печкой прямого нагрева камней. Печь Соколова. Соколова-Аргунова, скажем так, доработана стоит. Делали, ну, вот я тоже участвовал в строительстве этой печи. Олег Аргунов, Максим Герасимов. Печь Соколова доработал и Олег Аргунов. Значит, здесь она с сиделкой, да, вот с теплой. Так-то она греется. У нас есть на тепловизоре изображение. То есть как бы на следующие сутки после протопки вот это пятно, вот от этой полочки, вот отсюда. 110 градусов разогревается. Стенка, значит, сделана здесь очень интересно. Ее назвали братская чешуя. Вот они, кирпичи, стоят они вот так, следующий ряд в эту сторону, за этот вот так, следующий ряд в эту сторону. Для чего? Чтобы рассеять инфракрасные лучи, исходящие, то есть от горячей стенки. Значит, печка удивительная чем? Значит, это теплая сиделка, задницу греть. Здесь вот камень, да, то есть как бы засыпано 600 килограмм камней, нефрит и чугунные бруски. Сколько времени на протопку? За три с половиной часа протопки камни нагреваются до красна. Здесь есть колорифер, который воздух забирает вот отсюда, прокачивает и отсюда выдает 120-130 градусный. Вешали вот эту ниточку, она вот так вот стояла, когда печка топится. Вот еще есть внутри печи, там конвективная рубашка между красным кирпичом и шамотом, вот два выхода. Значит, это тепловой, внутренний тепловой контур, внутренний тепловой контур. Значит, воздух подается между шамотом горячим и красным кирпичом. То есть, шамота снимается, да? Шамота снимается тепло, да, и подается здесь, то есть для быстрого воздухообмена. Парилка вот такой необычной формы совершенно, да, сегментная. Расскажи про отделку. Самое главное здесь само устройство парилки. Она такая, импровизированный купол, да, то есть вот если мы посмотрим, все углы срезаны. Здесь вот остатки балок мы видим, да, то есть, но они облицуются следующим наличником. Значит, углы срезаны, под ними проходят вентиляционные трубы, под ними проходит приточка и вытяжка. Значит, вытяжка забирает воздух из-под пола, от пола 10 сантиметров. То есть, это щель, которая... Это вот щель, да. Когда здесь будет обналичиваться, да, то есть из ольхи доска встанет, то так 3 сантиметра от пола. Он будет заходить под обшивку, ее 3 слоя, и удаляться, и удаляться в вытяжку, да, значит. Основная труба вытяжная находится вон там в углу, баста так называемая, которая сейчас новомодная. Но она одна на эту парилку не справляется, поэтому тут еще две стоят, и они соединены в один коллектор под вот этим срезом потолка. Это рабочая зона, где дрова носить, да, и печку топить. Она тупится вот с той стороны, да, значит. И туда подходит приточка, приточка для работы печи, и чтобы вот в конвективную рубашку воздух захватывался оттуда подогретый, не уличный, а подогретый, да, то есть... Но он там зашел и вышел здесь, получается. Он зашел, да, там зашел в печку, вышел здесь вот уже подогретый, теплый. Здесь он распределился под куполом, отработался, опустился, захватился вентиляцией, которая находится возле пола, и удалился. Мы видим стены из картона здесь, да, то есть картон. Этого картона здесь три слоя, через обрешетку, через двухсантиметровую, а под ними, под ними, на уровне вентиляции, да, то есть стеновой, значит, там штукатурка, глиноопилки. Потом там набел 4 миллиметра извести, чтобы воздух был всегда чистый, всегда чистый и никогда не влажный, потому что известь поглощает влагу и углекислый газ из атмосферы, то есть и чистит этим самым воздух. Здесь получается, что забор воздуха по углам, под потолком, под наличники, ну, в смысле облицовка встанет на обрешетку, на двухсантиметровую, и будет между картоном и лицевой отделкой, да, еще вентиляционный зазор. То есть, как бы, горячий воздух, попадая туда, вот, по картону, да, то есть, как бы, у нас пропитанный, будет спускаться сюда. А тепло, тепло передаваться вот от этого картона дальше туда не будет, потому что там за ним еще обрешетка, и за ним еще слой картона, за ним еще обрешетка и еще слой картона. Средние слои, склеенные между собой, запечатаны наглухо, как в евроокне. Рабочие слои вентиляционные, только наружная вот эта под обшивочная вентиляция и стеновая вентиляция, где находятся вот эти самые трубы. То есть, видно, штукатурка, да, значит, вот дерево, потом идет штукатурка, 4 сантиметра, 4-5 сантиметров, штукатурки, подранки, глиноопилки, песок, потом набил известковые, 4 миллиметра, 3-4 миллиметра, потом три слоя картона через обрешетку 20-миллиметровую, раз, два, три, три слоя картона, потом будет еще обрешетка стоять 20-25 миллиметров. И уже обронка. Да, потом на ней будет плаха доска, ольха. Задумка интересная, и ты же воплощал уже? Да, много раз, много раз. Потерь тепла в ангарской бане, потерь тепла на потолке 70, на полу 68. Ну, и за счет этого мы получаем равномерный прогрев? Равномерный прогрев парилки, да, за счет этого получаем. И равномерное перемешивание воздуха, то есть круговое перемешивание, циркуляцию воздуха. Нет такого, что какой-то угол застойный там, и там вот пахнет чем-то, сырость там и так далее. Значит, с той парилкой мы закончили, да, все понятно, купольная, все хорошо, да. Сейчас мы посмотрим, как это было до того как. Труба типа Баста, да, то есть стоит вытяжка. Она естественная вентиляция. Вот стоит приточка, да, приточка. Вот такая же приточка в той парилке проходит, она спрятана срезом потолка. Она проходит, эта приточка вот туда, выступную. Это мы видим вот штукатурка, глина, опилки, известь. Вот видим, да, то есть известьок, глино-опилочная смесь, да, то есть 5 сантиметров накида. После этого она будет еще протянута еще известковым раствором по сетке. Вот по такой, да, то есть по такой сетке, или по сетке, или по драмке. То есть еще будет протяжка, чтобы армировать вот этот слой. Он, смотрите, какой рыхлый, да, такой он, пористый прямо, рыхлый, да. Не, ну да, и звездка хорошо работает. Этот угол я срежу, срежу, вот такой он будет угол. Те углы я также срежу, как в той парилке, сделаю здесь купол. Купол, эта парилка будет купольная, то есть он будет не круглый, но трапециевидный. Александр Владимирович, расскажите теперь о своей задумке, какая будет банная течь.